приветик сегодня меня занесло на каррифорд остров для жизни место признанное лучшим для проживания в сша ведь уровень комфорта и преступности здесь великолепные множество возможностей и интересных мест но так ли это на самом деле попал я сюда не так давно поэтому толком ничего не знаю придется осматриваться в надежде на удачу сам город показался мне достаточно пустеющим хоть мне и удалось встретить некоторых жителей на улице я находил лужи крови что меня в один момент очень сильно и напугала и я спрятался в большом здании судя по всему это была местная мэрия посидев в маленькой укромной комнатке я успокоился и решил выйти наружу дабы узнать обстановку все оказалось достаточно спокойно никакой угрозы меня не подостерегала поэтому я продолжил осматривать округу хэй что здесь произошло почему там кровь почему там кровь что здесь произошло эй мужик 1 видимо этот парень также как и я только прибыл на каррифорд и оказался достаточно молчаливым я побежал дальше по дороге мне встретилась забегаловка зайдя внутрь которой я не обнаружил персонала меня это смутило как такое вообще возможно что персонал отсутствует а товар лежит я задавался еще большим количеством вопросов пройдясь дальше мне встретилась довольно жуткая церковь она явно была заброшенная и не в очень хорошем состоянии поэтому я быстро покинул здание перед моими глазами нарисовался бар я уже надеялся что он будет открыт чтобы опрокинуть баночку пива но мои ожидания были тщетны перед моими глазами появилась еще странная листовка содержание которое было очень интересным для меня и даже загадочным содержимое найденные мной листовки был очень тревожным мысли о уровне преступности заполонили в миг мою голову я уже не мог ничего поделать билет в один конец денег уехать с города не было совсем оказываться в подобных для меня ситуациях было не впервые поэтому я знал как действовать улица хитрость и желание жить были моими верными друзьями дорога привела меня в полицейский участок здравствуйте я офицер марктера я офицер второй степени марктерный по какому вопросу прибыли я гуляю по городу смотрю окружности только приехал понимаю некрасивый как бы город машины станет на проезжей части прекрасный город только кровище полно у вас здесь откуда что у вас происходят здесь да я я я сам наверное кого-то порнули и кто-то упал вы еще до сих пор не выяснили вы знаете когда вы в полицейском департаменте будете работать один раз то как бы сложно выяснить и что происходит я сейчас разбирался там с наркотой притащили в пакете ужас какой-то происходит но таких парней найти вот так вот за шею да текущий уровень правоохранительных органов оставлял желать лучшего на момент моего прибытия где у вас здесь можно купить покушать покушать смотрите у нас есть 24 часа магазин это раз и есть у нас есть магазин кафешка некоторое время открыто было но не знаю что с хозяином то что и оба этих заведения очень редко работает хотите картошка у было бы великолепно и пол сажать эту картошку шеф полицейского департаменту ее притаскивают купами откуда я живу можете проходить только она это немного залежавшийся вы депрессию от нее не сновите а то я уже сновил о душе спасибо я я не повар вообще и у меня есть для вас так скажем подарок за картошку подарок вы будьте вот возьмите возьму вы спизили где-то тостер нет нет я его привез с собой с чего такие обвинения что я его спизил блин какого хуя уезжал с работы забрал купил сам вот тостер мне он уже не нужен у меня розетки нет портативный спасибо я очень рад ты мне таких подарков давно не делал вот может вам пригодится на службе на вашей кухне только хлеба бы купить где-нибудь в городе его нету ммм да что-то у вас скудненько здесь по магазинам как-никак полицейский оказался хорошим парнем и оказал мне помощь угостив картошкой не отблагодарить его я не мог поэтому отдал найденное город таил в себе много загадок и это подогревало большой интерес Слышь губочайший извиняюсь вы не подскажете где здесь может кто-нибудь заводик посмотрю как люди работают ой а это я не знаю кстати я по профессии лесоруб дровосер я слышал что у вас здесь прекрасные деревья растут да деревья то прекрасно рубить нельзя нельзя вот в определенные только места ах жаль посыпелка у нас есть возле маяка но я не видел чтобы она не работала но инструменты там лежат по сути смотрите у меня есть для вас обоих очень старый документ по вакансии очень старый как я сам в город прибыл а город я прибыл очень давно ну месяц как уже тут больше но вот этот старый документ по вакансии лучше вам короче прийти вдвоем как мэр секретарь мэра будет на работе попросите у него там во-первых паспорт вам оформить отправлять если где-то помрете потом выяснить будем с кем общались ну то когда без иммиграционной карточки без паспорта как бы сложно выяснить позитивный настрой на то что мы умрём так это 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 чтобы нам лично и вам паспорт нужен тот же трудовой договор с а с таким настроем ощущение складывается что я сейчас за угол зайду и меня убьют а лесорубом или на лесопилку пилить дрова. Так, а где этот господин, которому надо пилить что-то? Удача оказалась на моей стороне и мне удалось узнать ценную информацию о работе. Нужно разыскать мэра, чтобы как-то себя обеспечить. Вот вы тоже хотели. Дэниэл, Дэниэл! Пойдём, пойдём! Пройдёмте, покажу, где магазин находится. Покажу вам, где находится магазин и покажет этого. Какой у вас старый автопарк. Да, да, это у нас есть шеф, полицейского департамента. Но он как раз, это у сверки стоит. А, понятно. Город-призрик прям какой-то. Угу, сверковь сожжённая. А у нас, да, у нас тут обычно преступники-дезертиры всякие, в основном. Аморалы одни ебаные. Вот вы зачем сюда? А, вас даже перевели. Да, мне перевели. Я не удивлюсь, тот же человек, который идёт за мной, Дэниэл, да, Дэниэл, окажется ёбаным серийным маньяком. Вообще не удивлюсь. Ну, типа, обычный, да? А ты шутник. Обычный, да. На момент я вспомнил, что у меня в пакете лежала та странная листовка, и я решил обратиться к полицейскому. О, кстати, у меня есть в пакете очень интересная листовка. Нашёл на остановке, как только приехал. А у тебя на архе? Да. Вот, смотрите. Ну, там есть мишка, и что? О, медведь. Мам, что у вас город приспичал в эту узолу? И извините, конечно, за выражение. Да, любите вы свой город. Деревья красивые. Люблю природу. Но убиваю, к сожалению. Смотрите, открытая дверь в бургере. Пойдёмте посмотрим. О, нас зовут туда. А, а где продавец? Да, чё-то... Блин, хотелось бы позавтракать сейчас. Блин. Да-да-да, прям позавтракать очень сильно бы. Я бы тоже хотел. Давайте дверь хотя бы... Ладно, пойдёмте. Пять утра, чё-то не спали мы всю ночь. Да у меня хоть бы и дома не было. Я мэра все жду, найти его не могу. А, вон, смотрите, вон, ещё что-то. Магазинчик работает ещё. А, не, смотри, фоу, фоу, что это написано? Да-да-да, я увидел. Всё, не, не. Смотри, коррозия на стене растёт. Охереть, это тут ему тысячу лет, что ли? А ты говоришь, вон за... О, смотри, это что за дом там открыт? Это церковь, подождите, она загорев. Опять кровища, да подожди. Это церковь, церковь, нет, церковь. Ё-моё, о-о-о, а где крест? Вон там, вон. О, уголёк. Нормально так. Чё-то, а чё так под... Посты и стены уже обваливаются. Это здание горело. Опасное, на самом деле, здание. Может, покинем данное помещение? Да, пойдём отсюда. Идём, пойдём. О, кстати, пианино хорошее. И стул тоже шикарный. Блин. Опасное, не-не, опасное место. Я просто говорю, что тут горело. Сейчас упадёт, всё на нас обрушится. Умрём, наверное, я буду. Пойдёмте. О, вон, наконец-то позавтракаем. Вон уже булочки лежат, художечки. А что это? Можно... А, это испорченные художки. Ну, она тоже вкусная. О, хоть посидеть можно. Я пойду в туалет сейчас. Эх, сейчас бы официанта. Да... Да ё-моё. Не, ну, в принципе... Ладно, хотя бы посидели. Да, сейчас, подожди, дай я поищу, поищу официанта. Извините, есть молодой... Администратора позовите. Люди молодые. Мне кажется, тут не работают уже несколько лет. Да. Там лежит 50 батонов испорченного хлеба. Да ладно, подожди, где? Да, 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 реально. Вот, вот здесь, вот смотри. Оооо. Даже в холодильнике все испорчено. Ужас. Ооо, ну подожди, ну подожди. Ну малоимущих-то уважать тоже надо, если тут чуть-чуть прибрать к рукам-то. Да не, ну почистить картошечку, да, согласен. Да, подожди, сейчас тут это, сейчас будет, тут заработает все. Сейчас плюнем, смажем, сейчас тут все, сейчас пойдет кулинария. Сейчас приготовим картошечку. Я думаю, только... Сейчас, 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 сейчас. Так, ну-ка, настройки. Так, вот сейчас. Тут погорячее, чтоб было. Погорячее, пожарче. Оооо. Я все равно думаю, что мы сейчас нарушаем. Да, подожди, да тут песня просто. Да кто видит? Тоже правда, тоже правда. Я не при исполнении. Топор. Ооо, вот это цепь у него. Ну он реально тут криминал. Стейк, слышу, он так не приготовится, походе. Не, готовится, смотри, сейчас красиво будет. Думай. Да. Сейчас будет, я мамкин шеф-повар. Да, давай. Сейчас, 25 лет, а готовить умею. Сейчас плавленый сурочек возьму. Пойду, сышь хлеба испорченного. Сейчас, давай, такую тут, эту, хорючего сделаем. Подожди, бутербродики какие-нибудь. Салат, латук, ну конечно. Латук, ну хоть не паук, ну ладно, паук был бы сейчас какой-нибудь. Сейчас, сейчас, смотри, берем, получается, хлебушек испорченный. А погоди, ты не настроил эту плиту, походу. Во, сейчас, включим. Она включена, нет? Нет, она включена, но ты не включил комфорку, эту, температуру. Во, все, вот это работа. И курить на месте можно, и танцевать. Во. Так, ну получается, смотри. Плавленый сыр положили, только на нем... Да, под звуки газовые плиты танцуем мы. Смотри, смотри, хлеб испорченный. И салат, латук испорченный. Вы не понимаете, сыр с плесенью, это самое вкусное, что есть. И вот свои картошки с плесенью. В принципе, выглядит неплохо, согласитесь. Да, еще бы сейчас тут мясо, это, сейчас мы, подожди, оно приготовится. Мы, конечно, долго будем его ждать. Да, ну ладно, можно пока закусить чем-нибудь, блин. А сейчас попить можно же еще.